Это видео о том, как я прокачал удачу во время карантина. Смотрите, обалдевайте и получайте энергию. В стаканчике ничего нет. Кладем кубики. Видели? 6-2. Кидаем византийские кубики. 6-2. На них плохо видно, я понимаю. Кидаем римские кубики. 6-2. Плохо видно. Кубики антикварные. 2000 лет им минимум. Вообще, для чего это видео? Это видео для тех наших зрителей, которые пишут нам в комментариях. Игорь Алексеевич, посмотрел видео про деньги. Да, и кошелек у меня отличный, новый. И не черный, а красный. И деньги я кладу портретами к себе. И каждый раз проверяю, чтобы деньги лежали ровно. Но что я вижу, что люди, у которых все вот так вот валом, деньги в карманах, на столе. Вот у них денег много. А у меня деньги не прибавляются. Что бы я ни делал. Любимые мои, еще раз повторяю. Деньги это не только энергия порядка. Деньги это энергия порядка плюс энергия хаоса. Мы сегодня поговорим о том, как вот эту энергию хаоса привлекать через удачу. И что такое энергия и удача и везение. Эти вещи раньше мне тоже казались какими-то странными и подозрительными. Дело в том, что я тоже, как и вы, советский человек, был воспитан в системе советской. И вот эти удачи, везения казались чем-то таким неправильным и нечестным. На самом деле в них все по-другому. Это видео не претендует на то, чтобы всю эту тему раскрыть. Мы сегодня очень бегло пойдем. Наши люди не могут смотреть длинные видео. И поэтому будем эту тему раскрывать в других наших передачах. А сегодня пойдем просто по энергии удачи. Итак. Я заметил еще много лет назад, что мне очень трудно бросать кубики так, чтобы влетали нормальные крупные числа. Ну, например, 4-1, да, и назовешь крупно. Я был в клуб детский, где мы занимались игрой Го. И я по вечерам с детьми иногда играл в игру, которая называется Монополия. Это кубики от Монополии. Это кубики... Я купил здесь Сербии. Это кубики, которыми играли воины Византии. Это кубики, которыми играли римские легионеры. Это Рим. Об этом золотом туалете я расскажу чуть-чуть попозже. Для чего мы играли с детьми в Монополию? Потому что у нас были дети, настоящие чемпионы. И чемпионы Москвы, и чемпионы России. И даже мы сражались за мировую корону в Го. Дети очень глубоко уходили в Го. И нужно было чем-то их разнообразить, чтобы у них не было пробоя в одном месте. И поэтому я распределял усилия и давал детям еще играть в Монополию. И что я заметил? Что когда ребенок бросает кубики в Монополии, то у него 6-6, 6-5 просто идут сплошным потоком. Ты не успел еще отодвинуться вот от этого знаменитого поля. Я сейчас вам покажу его. Есть такое прекрасное поле, называется «Вперед». Вот оно, «Вперед». Вот ты еще не успел от поля вперед отодвинуться, да? А ребенок уже прошел круг и уже получил деньги второй раз. Пока ты еще только-только отъехал. И причем, видите, тут есть такая еще тема, называется «Подоходный налог заплатит 200 тысяч рублей». То есть бывает такое, что ты начал игру, тебе 200 тысяч дали на старте, а у тебя выпало 3,1, ты сразу попадаешь на подоходный налог, и дальше ты пошел без денег и черепашьим шагом. А ребенок и дети другие, с которыми ты играешь, они уже прошли несколько кругов, у них уже колоссальное количество денег в руках, они уже покупают улицы и уже чуть ли не дома строят. А ты еще первый круг пройти не можешь. Я был потрясен, я играл с ними много недель, пока я не понял, что это действительно существует. То есть действительно ребенок бросает кубики так, что удача просто постоянно сопутствует ему. И что я еще заметил, это было потрясающе, что у детей практически нет вот таких вот, знаете, удача-неудача. Вот у них просто удача и удача. Удача и удача, удача и удача. Мне это страшно заинтересовало, и я захотел так же. Понять интеллектуально это я не смог. И я просто понял, что нужно бросать кубики так же, как они. И вот как они бросают кубики, такой вот детской рукой. Вот я сейчас бросил кубики детской рукой. У меня 6-4. Видите разницу? Вот нужно просто бросать кубики так, как бросают они. Чувствовать себя ребенком. И не боясь будущего, бросать кубики. Бросать кубики. Вот сейчас 4-4, это хорошо для другой игры. Эта игра называется нарды. Вы тоже понимаете, да, что в нардах, если ты выбросил 4-4, то ты получил не 8, а 16. Так вот. Я начал бросать кубики детской рукой. И потом на этой энергии я бросал эти кубики 2 десятилетия. И мне везде сопутствовала удача. Я вот у детей просто это приобрел. Это как солнечный загар. Ко мне это просто прилипло. Я хотел этого. Я получил детскую руку. Это, кстати, знаете, что это такое? Это золотой туалет. В нем обезьяна золотая, прикованная цепью. Это подарил мне один из родителей детей из того детского клуба. Это была моя фишка вот в этой монополии. И все знали, что моя фишка – это золотой туалет с прикованной там золотой обезьяной. Она читает книгу. Не просто сидит на толчке, прикованной золотой цепью, но она читает книгу. И вот на карантине я оказался в ситуации, когда мне потребовалось поиграть с людьми, которые сидят на карантине вместе со мной. И мы придумали играть в нарды. И в нардах у меня был очень сильный противник, который играл в нарды с детства. И всегда очень сильно. И у него детская рука. И он постоянно выкидывает не просто крупные, а он постоянно выкидывает дубли. То есть у него дубли просто идут сплошным потоком. И я второй раз в жизни. Вот сейчас на месячном карантине от коронавируса попал в ситуацию, где мне не хватает броска кубика. Вот этот мой детский бросок, детский бросок оказался ничто по сравнению с броском, с которым я встретился. Это так же, как 6-4 в детском броске или 6-6. Понимаете разницу? 6-4 это 10, а 6-6 в нардах, да, это будет 24. Разница между 10 и 24, она фундаментальная. И я начал проигрывать, друзья мои. Я начал проигрывать в нарды. Никакое позиционное мышление мне не помогало. Я начал проигрывать в нарды и проигрывал партии подряд, просто без всякой пилы. Опять, проигрыш, 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 проигрыш. Понимаете? Где мое везение? Поним, что нужно что-то менять? Два фактора Есть позиция Ты можешь позиционно что-то делать А можешь бросать кубики И в сочетании с этим будет результат Так вот, никакая позиционность игры При плохом кубике в нардах Мне не помогала Я безнадежно проигрывал И что же я решил сделать, друзья мои Вот это очень интересно Я понял, через где-то 4 дня непрерывной игры в нарды Я понял, что Должен кубики бросать по-другому Как? Я должен бросать кубики так, чтобы Какая-то другая энергия Другой уровень Вмешался и начал помогать мне И что нужно играть с уровнем судьбы Но не так, чтобы у этой судьбы Что-то выпрашивать Вымарщивать Выклянчивать Многие люди, которые Играют в игру Связанную с кубиками Апеллируют к этому уровню Но апеллируют к нему платно Они просят что-то И просят, чтобы им дали Я сразу понял, что я этого не хочу Когда я бросал кубики на детской руке Что я вам показал Там такого тоже не было Я просто бросал на детской руке А здесь Силу я назвал голос судьбы Как я стал бросать кубики Бегло рассказываю Как и что я делал Мне стало все равно Абсолютно все равно Что выпадет на кубиках Ну как стало Я пытался добиться Чтобы у меня стало все равно Я добился этого где-то за 3-4 дня На каждом броске я работал с тем Что мне все равно Сколько покажут кубики Все равно И кубики показывали Какие-то числа И я уже Вот это все равно Полученное через кубики С благодарностью Тратил на то Чтобы работать с позицией Адекватно И что же получилось Что я продолжал проигрывать И даже мои результаты ухудшились Ухудшились Потому что я перестал Как бы бросать кубики детской рукой Стал получать то Что мне дает судьба И стал проигрывать еще больше Но Через 3 дня Все изменилось И Вдруг Человек Который играет в Нарда С детства И выкидывает только дубли Вдруг Этот человек Понял После проигрыша Одной партии Другой Потом Третий Потом четвертый Он понял Что что-то происходит Не так Это что-то не так Это вмешательство судьбы В игру Судьба Как-то Стала делать так Я ее не просил Об этом Я просто был благодарен Ей за любое число Но она стала выкидывать Такие числа Которые были Идеальны Для моей позиции И Просто разрушительны Для позиции Моего противника За вот эти Дни карантина Я вдруг понял Что Судьбой Смотрите Можно Оказывается Взаимодействовать Не так Как мы привыкли С ней взаимодействовать Стать судьбу За волосы И тянуть Как говорили в арабских сказках Себе под колено Вот не надо Так тянуть судьбу Судьба Друзья мои Она может Войти В резонанс С нами Или может Никогда В этот резонанс И не войти Но Оказывается Что такие вещи Как резонанс Судьбой Можно прокачивать Не за 30 лет И не за 80 А их можно прокачивать Всего За 3-4 дня Если вы Поиграете Например Вот в такую игру Со своими домочадцами На гарантине И Вот эта энергия Побед Поражений Сначала Конечно Нужно Получать Наполучать По мордасам Потому что Только поражение Дает нам Какую хорошую Стартовую площадку Для поисков И для желания Идти вперед А потом Вы можете Поработать С голосом Судьбы Примерно так Как я вам Объяснил Но если Это видео Окажется для вас Непонятным Не страшно Я готов Эту тему Развить И дальше Все равно Ставьте лайк Про продолжение Этой темы Если тема Взаимодействия С судьбой С удачей И с везением Важна для вас Важна Мы продолжим С вами был Мастер Го И пусть удача Сопутствует вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому